Привет, друзья. Добро пожаловать в четвертый выпуск видеоподкаста «Перехват». И сегодня я рад вам представить Семена Антонова, форвард московского ЦСКА и сборной России по баскетболу. И просто очень хороший человек. Семен, привет. Как у тебя дела? Привет, Артем. Да, все супер. Слышу тебя хорошо, вижу тоже. Вот, наверное, сразу расскажем нашим зрителям, что мы очень долго с тобой согласовывали, пытались состыковать наше интервью. Постоянно были какие-то накладки, то игры, то еще что-то, то тренировки. И вот сейчас появилась возможность записать прямо из пузыря в Перми. Да, да. Мы действительно пытались пару недель, наверное, все согласовать. Но с графиком, который есть в ЦСКА и с играми сборной и вообще с загруженностью, это сделать не так-то легко. И поэтому наш час, который у нас есть, он очень ценный. Да, ты уже упомянул, что ты сейчас в Перми. Пермь – это почти полторы тысячи километров от Москвы. И твой дом, Нижний Вартос, это еще больше от Перми. То есть это очень далеко. Ты когда в последний раз был дома? Когда я был в последний раз дома, я, мне кажется, был в 2017 году на пятилетие своего турнира, который мы начали проводить с 2013 года для деток на призы Семена Антонова. И я был на первом, на самом первом турнире. И потом вот я смог прилететь только в 2017, на пятый, на юбилейный. Сейчас сразу объясню, почему не получается приезжать каждый год. Потому что турнир заложен в городскую смету, да, в календарь, что эти соревнования проходят в начале сентября, чтобы ребята смогли поиграть перед, ну, как сказать, такой предсезонный турнир. Потому что потом начинается сезон, у них кэс-баскет, различные зональные первенства России, да, прочие соревнования уже. Там у них тоже достаточно плотный график. И куда-то, так сказать, втиснуть этот момент, чтобы ребята приехали в Нижневартовск, не очень удобно. И вот мы с моим тренером приняли такое решение, что вот нужно именно в начале сентября, в начале учебного года, и для ребят это игровая практика, и для тренеров, чтобы они смогут посмотреть какие-то нюансы, обкатать, может быть, какую-то новую свою программу, если можно так сказать. И если первые два года мы проводили чисто местный, то есть были мальчики-девочки с Нижневартовского района, да, ближайшие города, то сейчас мы чуть-чуть расширили по зоне Урала, скажем так, да, то есть приезжая с Екатеринбурга, там Нижний Тагилы, счет постоянно меняется, это за составы, за какие команды будут, какой возраст, отвечает мой первый тренер, который как бы все это курирует, вот, и, к сожалению, хотелось бы прилетать чаще, знакомиться с ребятами, просто смотреть на игры, проводить с ними время, может быть, какой-то мастер-класс, но именно из-за того, что из-за моего тоже плотного графика, потому что обычно начало сентября это самая предсезонка или с клубом, или какие-то соревнования с национальной сборной, например, вот осень 2019-го, то есть был чемпионат мира, мы вернулись с чемпионата мира, нам в ЦСКА дали буквально три дня, чтобы мы смогли прийти в себя после этого путешествия в Китай, и, конечно, там не было возможности полететь в Нижневартовск, и уже поехал в расположение клуба. Вот в 2017-м был чуть больше перерыв, и так совпало по датам, что я успевал, но я слетал буквально, я пробыл дома сутки, то есть я прилетел рано утром, был на открытии турнира, пообщался с ребятами, вечером быстро пробежался по всем родственникам и знакомым, и все, на следующий день рано утром я уже улетел обратно в Москву. Да, график просто невероятный. Но это большое дело, что у тебя есть турнир на призы Семена Антонова. Расскажи, как... Вот сейчас там, возможно, в этом турнире играют будущие Семена Антонова. Расскажи, как ты сам занимался баскетболом в горе... Я посмотрел погоду в Нижневартовске. Там сейчас минус 25, там средняя температура в феврале минус 20, там в апреле иногда минус в среднем выходит. Как заниматься баскетболом в, не знаю, вечной мерзлоте? Что это такое? Как ты это делал? Ну, там был какой-то сюжет Евролиги, когда я еще играл за Нижний Новгород. Они делали специальное про Нижневартовск. Я там подробно рассказывал, и там кто захочет, может посмотреть, чтобы просто все это не пересказывать. Действительно, очень холодно. И на тот момент в черте города не было каких-то... Не то, что хороших баскетбольных залов, а в принципе залов, где можно было заниматься баскетболом. Ну, помимо школьных залов, да, которые в обычной школе, но так как там постоянно шли уроки, и было чуть неудобно проводить полноценные тренировки. И у нас была школа, сейчас она уже школа Олимпийского, по-моему, резерва. На тот момент был детский и юношеский клуб физической подготовки, и он находился чуть-чуть за чертой города. И, то есть, добраться туда можно было только общественным транспортом, автобусом. Но на тот момент, опять же, и автобусов было не так много. И приходилось достаточно много времени и ожидания именно, чтобы добраться туда. Это называлось УТТ-4, этот район, да, то есть там такая была промзона. И как-то пару лет у нас был автобус, который нас возил. То есть мы после школьных занятий сразу ехали в зал и занимались, но это было недолго, может быть, буквально год-два. Потом почему-то автобус у нас забрали, я не знаю, может быть, отдали какие-то другие нужды. И мы были вынуждены добираться общественным транспортом, именно общественным, потому что маршрутке все равно было чуть-чуть накладно, скажем так. Мы школьники, у нас есть школьные проездные, и приходилось именно ждать рейсовый автобус. И иногда после тренировки, ну, там порядка 30 минут мы могли ожидать. То есть тренер кого мог, забирал сразу на своем автомобиле. Четыре-пять человек мы набивались, а остальные добирались уже на обычном автобусе. Ну, и как бы тренер старался чередовать сегодня одну группу ребят, он захватил на следующий день другую. И когда была возможность у родителей кого-то из ребят забрать нас после тренировки, это, конечно, облегчало жизнь существенно. Сейчас для ребят намного легче. В черте города уже появилось два-три хороших зала, то есть где они сейчас занимаются, где мы проводим свой турнир. И я надеюсь, что у них сейчас, во-первых, больше возможностей в плане доступности зала. И, как мы уже перечислили, различные соревнования по уровню кэсбаскета, они очень много играют. То есть сначала на городском уровне, они потом на окружном, потом на таком большом региональном, потом уже приезжают на финал в Москву. Я думаю, что у них больше игровой практики, чем было у нас в свое время. И сейчас, опять же, так развит интернет, что и тренера, и сами ребята могут найти всю подробную информацию в интернете, что какие упражнения, как делать, посмотреть видео. То есть мой первый тренер, он тогда начинал по видеокассетам, каким-то журналам Планета Баскетбол тогда выходил. Выходили в Москве, то есть если там Планета Баскетбол выпуск за сентябрь, то есть в Нижневарковске мы смотрели этот журнал в январе, феврале. То есть такое с небольшой задержкой. Так что я считаю, что у нынешнего поколения больше возможностей, но и также у них, наверное, больше отвлекающих всяких факторов. Опять же, тот же интернет, те же гаджеты, да, Инстаграм, соцсети, Фейсбук, где я не знаю, где сейчас они больше проводят времени. В моем детстве вот, вот, это какое-то новое, да, я еще как бы не понял, что это такое. Больше, как бы, куда можно сходить, да, сейчас много различных торговых центров, куда они там просто собираются, проводят вместе время. Во время, когда я занимался, таких возможностей не было. То есть ты или школа, потом либо ты сидишь дома, либо ты, как бы, тренируешься. Вот я, мне повезло, у меня был хороший тренер, он, как бы, меня привлек, заинтересовал, и я просто старался ходить. И я надеюсь, что когда-нибудь у ребят, да, там тоже кто-нибудь появится из моего, скажем так, региона. Сейчас есть мальчик и Егор Ванин, да, и Сургут, он очень перспективный. У меня была фотография с ним в Инстаграме, я с ним лично познакомился. Подает большие надежды, мы с ним встретились, пообщались, когда он был в Москве на сборах. Я надеюсь, что у него все получится, я ему при встрече все рассказал, пожелал ему удачи, чтобы он не останавливался на достигнутом, не довольствовался какой-то наградой лучшего центрового первенства России. Это, конечно, очень здорово, но если он хочет большего, а он хочет большего, что нужно работать без остановки. Да, я поэтому спросил, как говоря, про Нижневартовск, потому что я примерно представляю, как это было вот тогда, когда ты занимался. Я занимался уже позже, делал это в Волгограде, но даже до нас, условно, планета баскетбол доходил через год. Поэтому я примерно могу представить сложность, через которые ты прошел. А вот расскажи по поводу погоды. Ты сказал про то, что ты уже говорил об этом в сюжете Евролиги. Насколько я помню, там двое перчаток ты рассказывал, чтобы руки не замерзали, и чтобы потом ты их вообще чувствовал, ты двое перчаток приходилось надевать. По-моему, не двое перчаток, по-моему, я рассказывал про двое подштанников, может быть, и про двое перчаток, потому что действительно очень холодно, и пока ты стоишь, ждешь автобус на автобусной остановке. То есть это, наверное, минимум 20 минут, и доходило до 40. То есть просто зависимость, как тебе повезет. То есть когда из города ты уезжаешь на вот эту базу ТТ-4, у тебя больше шансов уехать, и ты можешь где-то забежать в магазинчик на остановке и просто там погреться, пока ждешь автобус, то на обратном пути это было такое настоящее испытание. Плюс ты после тренировки, ты, соответственно, распаренный, и про душевые и прочее в те времена, они вроде бы по проекту, по чертежам были, но они были заколочены. И поэтому это добавляло такого больше... Не сказать, что все часто болели, но да, можно было легко простыть. Ну, в целом все справились, все как бы добирались до дома, никто не отморозился, и это самое главное. В 2008 году ты уехал в Автодор. Расскажи немного про этот этап своей карьеры, потому что многие думают, что Семен Антонов начинал в Нижнем Новгороде, а до Нижнего ведь еще был Автодор и даже БК Тамбов. Расскажи немного про жизнь Сараты в сезоне 2008-2009. Как это было? Лучше ли были условия, чем были у тебя в Нижневартовске? Ну, на самом деле, если мы уже так копали, то я после 10-го класса переехал из Нижневартовска в Москву и тренировался с командой «Динамо Москва». Тогда я подписал свой первый контракт. Тренировался со второй командой. Тренером у нас был Сидякин Александр Иванович и Скорочнин Сергей Михайлович. Непосредственно они меня и пригласили. Сергей Михайлович где-то увидел меня на финальном этапе первенства России в Зеленограде. И пригласил, и я переехал. То есть школу я заканчивал уже в Москве. И спустя вот этот год я потом переехал в Саратов вслед за вышеперечисленными тренерами. Они меня пригласили, я переехал в Автодор. И это даже было... То есть все начинают отсчитывать мое время, проведенное в Саратове, с момента 8-9 сезон. Потому что, видимо, тогда у меня стоит первая запись моей трудовой книжки. Но на самом деле до этого момента я провел уже два года в Саратове. Я играл по высшей лиге «Б». Тогда был такой турнир. Дивизион, по-моему, центр. И со мной в первый год в команде был Артем Забелин, Андрей Матиюнос. Потом на следующий год Артем перешел в ЦСКА уже. Андрей, по-моему, куда-то тоже пошел на повышение в Суперлигу. А я остался опять получать игровое время, тренироваться в Саратове. Опять же по этой лиге, высшая лига «Б». И, помимо этого, конечно, принимал участие в различных дюблах, первенстве России. Что тогда проводились, я уже не помню какие соревнования. И, помимо этого, каждое лето, начиная с 18 лет, я в молодежных, юношеских сборных. То есть 18, 19, 20 лет. И потом уже национальное. И уже после того года я, какой сезон ты назвал, мой в Саратове, когда мы были по Суперлиге, выиграли условия. Сейчас я сегодня буквально после и перед тренировкой мы разговаривали с Антоном Квитковским, который сейчас из Саратова, он находится здесь. То есть мы так, я ему рассказал какие-то истории, он рассказал. То есть, в принципе, в Саратове все абсолютно так же. Там на тот момент были для меня как бы самые идеальные условия. То есть ты живешь в общежитии, у тебя трехразовое питание, ты всегда сытый. Двухразовые тренировки, в принципе, помогали с учебой в институте. И, собственно говоря, я и закончил Саратовский социально-государственный университет. Получил там степень магистра по направлению туризма и гостиничный бизнес в России. Так что Саратов для меня не последний город. У меня там много друзей, и когда всегда мы приезжаем на игры с Автодором, я всегда встречаюсь с своими друзьями, минимум с какими-то воспоминаниями. Так что те, кто думают, что я вот прямо из Нижнего Новгорода, нет, сначала три года Саратова, потом у меня был Тамбов. Тамбов тоже был в аренде, и это у меня как бы была аренда. И мой первый год в Нижнем Новгороде тоже был арендой. То есть потом меня уже выкупили, и я вот уже начал как бы в Нижний Новгород. И потом уже после Нижнего Новгорода я перешел в ЦСКА. Считаю, что на тот момент это были как бы идеальные условия для развития, для тренировочного процесса. И именно вот тот момент, что ты мог играть по высшей лиге Б с мужиками, то есть нам было там 17 лет, и я, по-моему, там одним из самых старших был на тот момент в коллективе. После того, как ушел, опять же, Артем Забелин и Андрей Матьюнас на повышение. И действительно, да, мы всем проигрывали, но как бы набивали шишки, проходили через этот опыт. И потом параллельно, когда мы играли игры дюбл, то у нас было какое-то там уже психологическое, может быть, опыт какой-то, ну, преимущество над своими там сверстниками, скажем так. Да, вот я знал про саратовский этап карьеры, но я не думал, что ты там аж три года провел. Это сильно, это круто. Да. Еще круче, еще круче, что ты сезон 9-10 провел в Тамбове, и из Тамбова тебя вызвали в сборную России. У тебя есть ответ на вопрос, как Дэвид Блатт разыскал тебя в Тамбове? Ну, это же, наверное, не самая простая задача. Обычно тренер сборной смотрит, ну, более-менее, да, на высший уровень. Как он нашел тебя в Тамбове? Там, по-моему, был такой экспериментальный сбор в этом 2010-м, перед чемпионатом мира, когда ребята поехали в Турцию, что Дэвид Блатт попросил, чтобы ему привезли одного молодого из Суперлиги и кого-то из дублирующих составов, и на тот момент из дублирующих составов, по-моему, на сборах был Максим Григорьев. То есть, по-моему, он точно был. И вот нас пригласил, наверное, помог нам, как бы дал рекомендацию по нам. Мне кажется, Олег Фокин, который сейчас, то есть он раньше работал в Федерации, сейчас он директор спортивной школы ЦСКА, и он, как бы, непосредственно дал рекомендации, потому что Олег был у нас, как сказать, менеджером, начальником команды на последнем молодежном чемпионате Европы, который проходил в Родосе в 2009 году. И вот он, как бы, порекомендовал. Мы с Максом приехали, и вот видите, как наши баскетбольные пути с Максом пересекаются с тех пор, да, уже больше десяти лет. И так что это, я думаю, больше, как бы, такая, просто Дэвид попросил, чтобы привели, и я был очень, конечно, рад. Я был, если честно, шокирован, тем более уже сезон в Тамбове тогда закончился. Закончили мы в апреле, а сбор был в середине мая, и я начал, как бы, готовиться, чтобы постараться произвести хорошее впечатление на тренерский штаб. И потом уже на следующий год я перешел там уже дальше на повышение, и вот. Круто, круто. Получается, Олег порекомендовал. То есть, получается, Дэвид Влад взял вас с Максом слепую, да? Ну, он, я думаю, что он не знал кто, что и как, просто у него была такая, как там, может быть, цель, не цель. Но сейчас же РФБ проводит тоже расширенные лагеря перед тем, да, перед сборами. Я думаю, что это был такой, наверное, какой-то промо или пробник какой-то вот этого расширенного сбора, потому что он попросил, ну, понятно, там ребята, которые есть уже, играют в ПБЛ, там, в лиге ВТБ, но он именно хотел посмотреть на ближайший резерв. И вот попросил одного из Суперлиги и одного из дублирующих составов. А Макс тогда просто играл за Локомотив Кубани, он был одним из лучших. И вот так вот нас порекомендовали. Круто. Какие у тебя были чувства, когда ты впервые оказался в сборной? Ну, вот тебе сколько, получается, было лет? 21. Когда ты 21 год из, ну, во многом, да, вслепую оказываешься в сборной, у тебя нет такого синдрома самозванца? Типа, а что я здесь на самом деле делаю? Типа, я здесь не должен быть. Такого не было? Да нет, я не думал об этом, что синдром самозванца или что это. То есть меня пригласили, я приехал, старался себя показать. Понятно, что я практически никого не знал, потому что все ребята, даже кто был вот в этом расширенном списке, они уже были в командах первого дивизиона, скажем так, и, конечно, про меня никто ничего не знал. То есть там Дима Хвостов, с которым мы, опять же, пересекались уже на тот момент по молодежным, да, Паша Громыко, по-моему, я и не помню, кто, то есть ребята какие там были. А так, в основном-то, конечно, меня никто не знал. В каких-то моментах мне было где-то некомфортно, не по себе, потому что ты приехал в новый коллектив, но все как бы помогали, не было каких-то там, то есть никто на тебя не смотрел, мол, кто ты такой, откуда ты приехал, все подсказывали, помогали. Ну и там, в принципе, сбор был такой, чтобы просто посмотреть, было много индивидуальной работы и вечером какие-то игровые тренировки. Потом уже спустя неделю, по-моему, приехали основные ребята и меня попросили. Сказали, мы тебе позвоним. Позвонят как Антону Панкрашову? Call me. Это, я не знаю, как там Антону звонили, да, но и как бы для меня это был такой бесценный опыт. И понятно, там ребята, которых я вот только смотрел по телевизору, и тут уже с ними я принимал участие в тренировочном процессе. После того сезона с Тамбовым ты оказался в Нижнем. Я правильно понимаю, теперь вся семья живет в Нижнем. То есть ты провел в Нижнем 6 лет, и за это время вся твоя семья переехала в Нижний. Моя семья переехала в Нижний Новгород в тот момент, когда я перешел в ЦСКА летом. То есть это все получилось достаточно так. То есть мы планировали переезд моей семьи, мы ждали, пока папа выйдет на пенсию, потому что мама уже была на пенсии, и все, буквально они уже отправили все вещи оттуда, грузоперевозками, все, мы должны были встретить их в Москве. Как раз это 2016 год, мы ожидали второго ребенка. И то есть мы думали, что мы будем жить в Нижнем Новгороде, родители будут помогать, так как у меня был еще один год по контракту с Нижним. И буквально за 4 дня до переезда мне позвонили с ЦСКА, мы пообщались с тренером и Тудисом, и начали готовить этот переход. И я не говорил родителям, чтобы не спугнуть их переезд, потому что это уже так долго мы к этому шли. И в итоге, конечно, уже вечером на следующий день я должен был ехать подписывать контракт. Я родителям и старшему брату во всем признался, что они уже не стали включать заднюю. И первый год, конечно, им было безумно тяжело, потому что после 45 лет мои родители, которые прожили на севере, переехать в абсолютно чужой, незнакомый город, где у тебя нет ни приятелей, ни друзей, ни знакомых вообще никого, кроме моих ребят, с кем я дружил, кто был у меня на свадьбе, и кому я доверял. Это, конечно, было очень сложно, но сейчас они уже адаптировались, и я очень рад, что все у нас все-таки получилось. Это круто. Я просто думал, что они чуть раньше переехали в Нижний. Нет, они переехали, и вот они сами проходили всю эту адаптацию, и, конечно, было им тяжело, особенно папе, потому что он как-то тоже прирос корнями к этой сибирской земле, но сейчас уже отлично, и все здорово. А что они сказали, когда ты им признался в том, что у тебя контракт с СССР? Нет, они были очень рады, они были очень рады, они меня поздравили, сказали, что я заслужил этот переход, это повышение, и они признали, что им будет, конечно, тяжело без нас там, но все равно 400 километров – это не 3000 километров разница с Москвой, то есть есть и Сапсан, и Стриш, и автомобили сейчас, они когда приезжают ко мне в Москву, 6-6, 6,5 часов, и они здесь, и так что просто нужно было время, чтобы они адаптировались к новому месту, к новым условиям, к новому климату в первую очередь, но сейчас все здорово. За те 6 лет, что ты играл в Нижнем, ты выиграл универсиаду, стал лидером клуба, капитаном клуба, стал регулярным участником сборной России, члена сборной России, у тебя были возможности перейти куда-то из Нижнего раньше, не в 2016 году, а на 1, 2, 3 сезона пораньше? Я точно не помню, может быть и были какие-то разговоры, но на тот момент я четко понимал, что мне нужно развиваться именно в этой системе, то есть не бежать куда-то за выгодным контрактом, и поэтому вот так год за годом я постепенно шел, шел, шел. То есть сначала 4 года с Ороном Лукичем, потом он ушел, мы вышли в Евролигу, то есть как-то я считаю, что вот всему пришло свое время, именно когда ЦСКА вышел на меня, и мы согласовали весь этот переход, я считаю, что все это способствовало, все как бы получилось вовремя, то есть есть сейчас примеры некоторых ребят, которые проводят хороший сезон в команде чуть ниже, скажем так, участницы плей-офф, где-то выстреливают, через год переходят в более серьезный клуб, где нужно решить задачу, у них что-то не получается, психологически не готовы, возвращаются потом обратно в тот клуб, где провели до этого хороший сезон, и вот так вот уже было несколько примеров. Я считаю, что у меня как бы все было шаг за шагом, постепенно, то есть я никуда не торопился, у меня было какое-то свое видение ситуации, и я считаю, что все правильно, и как говорится, что не делать все к лучшему, и вот я считаю, что все так. Конечно, тут может быть много любых мнений различных, и я считаю, что я все правильно, как бы вот пока. Ну, мне кажется, история показывает, что ты правильно поступил, ты получаешь время, и отрабатываешь. Ну, я считаю, что как бы так и должно, то есть сначала ты должен развиваться, 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 а потом уже переходить в какую-то большую команду, именно быть готовым к тому, что тебе, да, отведут какую-то определенную роль, да, которую ты должен выполнять, и об этом в нашу первую встречу при нашем знакомстве с Дмитрием, с Дмитрием Санатудисом, мы это все обговаривали, то есть он мне рассказывал, что конкретно он от меня видит, какие задачи, что он хочет от меня, вот, и понятно, ты должен быть морально готовым, не так, что я вот там сейчас играл, я сейчас приду здесь, и тоже дайте мне мяч, и я вам всем покажу, и я думаю, что это тоже такое хорошее качество, когда, конечно, хочется любому игроку, любому хорошему игроку больше, потому что ты думаешь, что, ну, ты должен получать больше, но 12 игроков, 40 минут, и, конечно, кто-то будет играть меньше, кто-то больше, и я считаю, что вот в такую, в команды очень высокого уровня, где решаются высокие задачи, нужно приходить именно уже готовым к любой роли, и, конечно, стрессоустойчивым, и быть, как бы, чтобы потом не было это сюрпризом, тем более, когда с тобой об этом тренер все это обговаривал перед тем, как подписать тебя, то есть ты взвешивал, ты мог сказать, окей, я не согласен на эту роль, давайте там подождем или нет, спасибо, то есть это личное дело каждого, у каждого своя голова на плечах, и поэтому шаг за шагом постепенно, не торопясь. Я как раз хотел у тебя спросить, как долго ты адаптировался к новой роли, внутренней, но, мне кажется, ты уже ответил на этот вопрос. А как изменился тренер Итудис за те 5 лет, что ты его знаешь, он же, ну, в любом случае изменился, вот изнутри, как это, как ты это видишь? Да я бы не сказал, на самом деле, что тренер как-то изменился, то есть у него есть свои принципы по жизни, свои правила по жизни, правила на площадке, вне площадки, то есть он всегда мотивирован, он всегда голоден до победы, и он, так сказать, своим этим огнем не дает нам где-то потерять мотивацию или что-то такое, и, в принципе, он в этом плане остался такой же, как и когда мы с ним познакомились почти 5 лет назад, летом 2016-го, когда я приехал на первую встречу в УСК ЦСКА. Ну и немного про книги поговорим с Семеном Антоновым. Для тех, кто не знает, Семен, наверное, самый читающий баскетболист сборной России, вообще в России, ЦСКА постоянно постит фоточки из самолета, где Семен читает, и читает постоянно разные книги. И если это не просто постановочные фото, где Семен просто с разными книгами сидит, то это выдающийся какой-то показатель, скорее всего, книг, которые прочитал Семен. Расскажи, что ты читаешь прямо сейчас. Прямо сейчас я читаю, я взял с собой в Пермь, в пузыре, две книги, да, но это я вот, видно, вот герой нашего времени, да, Лермонтова, я, видимо, не видимо, в школе я не особо уделял внимание школьной программе, и вот взял такая небольшая «Женитьба, игроки», две пьесы, она такая достаточно небольшая. Не сказать, что я начал прямо перечитывать школьную классику, которую нужно было, вот школьная программа, я просто нашел для себя такое издание, издание, как я понимаю, находится в Санкт-Петербурге, и называется оно «Классика малой речи», и у них очень такие приятные на ощупь тактильные, я сейчас прорекламирую, может, они мне потом что-то подарят, какую-нибудь подписку. Да, «Малая классика речи», то есть тут, видите, есть иллюстрации автора, по ходу книги есть и иллюстрации, специальная красивая закладочка, чтобы не использовать никакой посадочный билет или еще что-то, вот тут вот иллюстрация, и плюс сзади, сзади очень интересно, во-первых, каждая книга начинается с предисловия какого-то известного, не сказать, критика, да, или, ну, просто рассказывают, как писалась эта книга, рассказывают о жизни автора, и прочее, в какой этап жизни писателя была книга эта написана, и сзади, в самом конце есть такие небольшие, как это сказать, сносочки, где, во-первых, переводятся какие-то слова, что они означают, что было очень удобно, когда я читал «Тихий дом», потому что там много много такого, видимо, донского, кубанского, наверное, какого-то жаргона, ты просто не понимаешь, он смотришь, а, это вот это означает, очень интересно, и я вот купил, наверное, может, сразу с запасом взял порядка 18 книг вот этого издательства, ну, и там в основном, конечно, классика школьная, но я стараюсь чередовать с классикой, может, с какими-то там новинками, которые выходят на рынке, плюс также еще прислушивались к совету президента ЦСКА, да, что Андрей Владимирович обычно может порекомендовать, и тоже иногда где-то ему могу рассказать, что понравилось, что не понравилось, дать какую-то рекомендацию, вот последнее, что я ему рекомендовал, это было «Дом правительства», Юрия Слезкина, но это было еще во время первой волны, первой, вот этой самой «Изоляции», такая достаточно большая книга, про тот самый знаменитый «Дом на набережной», и такая достаточно тяжелая, но интересная, и, конечно, эти книги надо читать так прям подряд, без остановки, чтобы полностью получить удовольствие и погрузиться, а он мне в свое время порекомендовал, сейчас я уже прочитал, он даже подарил мне книгу Павла Палашченко «Профессия, время», записки дипломата-переводчика, он был и у Познера, потом с презентацией этой книги, очень интересная, и, понятно, она написана, эта книга со стороны человека, который провел много времени с Горбачевым, и, наверное, где-то он больше рассказывает в положительном ключе о всех этих событиях, о этапе его правления, президентства, как можно назвать, но я, в целом, конечно, изменил свое отношение, потому что, ну, как обычно всегда говорят, Горбачев, да, все разрушил, все там, это, это, а вот если кто захочет прочитать эту книгу, я думаю, что он тоже, именно вот, моего поколения, он, наверное, изменит свое мнение в лучшую сторону, и также прислушиваюсь к мнению своего агента, который тоже мне иногда советует хорошие книги, но один человек посоветует второй, третий, потом вышла какая-то новая новинка, и так их покупаешь, 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 и, конечно, выездов много, но я стараюсь читать в основном в самолете, потому что дома, во-первых, нет возможности, во-вторых, дома в основном читаем детские книги детям перед сном, и в самолете просто, ну, вот я пришел к такому мнению для себя, что это еще, когда я играл даже в Нижнем, что пока ты сел в самолет, да, пока там прошли все, пока самолет закрылся, пока его обработали, да, особенно зимой, то есть ты взлетаешь, тут iPad нельзя включать, тут уберите столик, еще что-то, а ты книгу открыл, вот, как бы и читаешь, и тебя постоянно не дергают закрыть там в авиарежим и прочее, так прочитал, и вот с тех пор, как-то у меня пошло, 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 а сейчас ЦСКА, да, много выездов, достаточно такие длительные перелеты, и прямо время с книгой коротаешь, конечно, стараюсь, если там прочитал, где-то уже чувствуешь, начинаешь засыпать, то лучше уж просто подремать, чтобы, ну, не потерять смысл книги, суть, вот, но даже если заснул, то потом там на две странички назад отматываешь, и вот, вот, и, ну, и все равно стараюсь где-то тоже там в самолете, если, например, когда летел, условно, куда-то на выезд, дочитал книгу, то уже стараюсь обратно не брать, то есть на обратном пути уже смотрю iPad, да, и какой-нибудь фильм или сериал, чтобы просто на обратном пути, например, с моего расписания, у нас вот сейчас вторник, игра на выезде, потом следующая игра где-то там через 10 дней на выезде, чтобы не начинать новую книгу, не так, что ты ее начал, отложил, и там через 10 дней опять ее начинаешь читать, я как-то вот не любитель этой, да, если там через 2 дня новый выезд, тогда можно начать какую-то новую книгу, то есть я смотрю, сколько у меня там примерно осталось, ну, и все равно нужно время, чтобы где-то переварить, осмыслить все, что было в книге, вот, так что я вот, вот в таком направлении я двигаюсь. Целое расписание у тебя уже выработано, чтобы даже не прерывать отчтение, а ты рассказал, что в школе не сильно увлекался чтением, получается, из школьной программы не особо много знал до того, как начал читать. Я, если честно, школьную программу вообще не помню, вот, или я так читал, или я читал просто краткий пересказ, чтобы рассказать учителю литературу, прочитал Антонов в задании или нет, то, что задавали на лето, я точно не читал, потому что в Нижневартовске лето было очень короткое, и нужно было получить эти витамин D, и плюс мы уезжали на сборы, там на три недели наш тренер вывозил, и точно, как бы, там время я не проводил за чтением книг. Жалею об этом, не знаю, потому что, как я уже сказал, да, что все идет шаг за шагом, значит, на тот момент, как бы, наверное, вот, понятно, учиться нужно, читать нужно, и предметы знать нужно, но вот на тот момент у меня как-то не получалось. Понятно, помню, там у Лукоморья, вот, и скажем все, что там, и школьные программы там мы проходили, потому что ЕГЭ по литературе я не сдавал, так что было не нужно. А так сейчас в целом для себя, и самое интересное, что, почему я вот сейчас, ну, во-первых, потому что очень хорошие книги и в хорошем качестве вот это издание выпускает. Мы когда были на чемпионате мира в Китае, с нами был парень, волонтер местный, и он говорил по-русски, то есть он нам помогал, был переводчик, скажем, в нашей делегации, и мы у него спросили, ну, как ты выучил русский, как бы, ну, может быть, родители, там, кто-то из родственников, да, в свое время, и он сказал такую фразу, как бы, что я, говорит, специально выучил русский, чтобы читать русских классических писателей в оригинале, и тут для меня, как бы, так, если человек из другой страны, с другой культурой, да, с другим мировоззрением, специально выучил наш язык, чтобы читать наших авторов, наших писателей, поэтов, почему, как бы, я, ну, не пользуюсь этой возможностью, которая у меня есть, вот, и я вот начал тоже изучать, и вот сейчас я начал Лермонтова, до этого у меня, и до этого у меня был сейчас Бунин, Жизнь Арсеньева, Тихий Дон, Доктор Живага Пастернака, это я чисто решил прочитать наших писателей, да, которые получили Нобелевскую премию, потому что, когда человеку дают Нобелевскую премию, значит, что-то он, наверное, понимает в литературе, какую-то, наверное, хорошую книгу он написал, поэтому стоит ее прочитать, понятно, что там еще и Солженицын, и Бродский, но якобы, наверное, вот до Бродского, до Солженицына нужно как-то еще все-таки, особенно до Солженицына, нужно дорасти как-то в духовном, в моральном плане, я не знаю, чтобы начать его читать, я смотрел некоторые экранизации по его книгам, да, но вот пока что-то до чтения я не готов, ну, тяжелый Солженицын, да, я считаю, что просто как-то, да, до этого просто нужно, наверное, как-то дозреть, да, да, ты сказал, что, недавно загадал, 18 книг, вот, то есть детские книги, у тебя без этих 18 книг, еще очевидно было очень много книг, где ты их хранишь, ты их перепродаешь на Авито, или у тебя какой-то гараж, статистик, нет, ничего, никакого гаража нету, просто они хранятся в гардеробе, да, просто пока складываю, 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 и понятно, что это, наверное, не выгодно с материальной точки зрения, потому что, все равно книги в бумажном издании, да, переплете, они все равно выходят дороже, чем электронные книги, и занимают место, то есть электронную книгу ты прослушал, удалил, там захотел, потом еще раз, как бы, скачал, послушал, но вот я почему-то, не знаю, я вот люблю вот так ощущать странички, и если потом, когда уже будет много книг, надо, наверное, что-то придумывать, куда-то их отдавать, но вот сейчас, особенно вот эта серия из этой классики, то есть понятно, что потом дети будут их тоже читать и в школе, и это им пригодится там в дальнейшем. Да, это, ты думаешь наперед, тем более, что это в классике. Ну да, так как бы понятно, там какие-то свои книги, и какие-то книги я покупаю, но в основном, когда у меня день рождения, и все мои друзья, родственники спрашивают, что подарить, я говорю, ну, как и говорят, что лучший подарок – это книга, то мне вот лучше книгу, потому что это будет самое лучшее. А ты вот когда перечислял книги, которые читаешь, я там услышал только российских авторов, а ты из зарубежных не читаешь? Ну я вот пока как-то из зарубежных, мне очень понравился «Девушку с татуировкой дракона», я не помню, кто написал, «Стик Ларсон» что ли, или что-то такое, но это вот я еще, когда только я начинал читать, но они такие, как детективы, и мне очень понравилось, очень понравилось, и я читал потом про этого автора, что он вообще планировал до 10 книг про эту героиню, но как бы к сожалению он умер, и вот все закончилось трилогией, потом кто-то там дописал его четвертую книгу, там по каким-то его черновикам сохранившимся, я прочитал, но мне как-то совсем не зашло, не понравилось, а в основном стараюсь читать наших, и из русских авторов у меня Акунин, Алексей Иванов, именно вот как бы такие, как-то балетристиками, балетристика, как-то романы там, очень нравится, и вот у меня много-много что лежит в очереди, плюс еще стараюсь разбавлять это все спортивными какими-то книгами в плане, а, Айн Рент, вот «Атлант расправил плечи», я читал, да, мне тоже очень понравилось, если мы говорим про зарубежных авторов, так я прям остальных, по-моему, нету практически, у Айн Рент российские корни, поэтому она тоже... Да-да-да, я знаю, но вот просто «Атлант», то есть у нее есть еще какой-то источник, да, еще какие-то там книги, да, ну, в принципе, они все так похожи, да, наверное, утопии какие-то, но вот я прочитал «Атлант», мне «Атлант» очень понравился, вот, и всем рекомендую, кому где-то когда-то становится тяжело прочитать «Атланта», что как бы так, не отчаиваться, скажем так, и, в принципе, да, и стараюсь спортивной биографии читать, да, потому что интересно, именно спортивной биографии спортсменов, которые уже завершили карьеру и где-то находят себя потом вне спорта, то есть я уже видел там биографии спортсменов, то есть он еще действующий спортсмен, он уже написал автобиографию, мне как-то это не очень интересно, ну, правда, то есть мне бы вот больше именно посмотреть, как человек после спорта, как он себя находил, чем он занимался, бизнес, оставался в спорте, не в спорте, то есть какие эмоции он испытывал. В этом плане очень понравился Андрея Гасси откровенно, и Алекс Фергуссон, его автобиография тоже очень легко, интересно написана, прям классно зашла. И Зинадин Зидан, его биография тоже очень классная, легко и с пользой. Когда-нибудь напишешь свою автобиографию? Я думаю, что нет, потому что я считаю, что этому нужно учиться целенаправленно. То есть понятно, можно взять обученных людей, и ты будешь им просто наговаривать. И это не так, что давай я тебе сейчас дам интервью на 5 часов, расскажу свою жизнь, а ты потом красиво что-то напишешь, и я добрый, если понравится, то мы это запустим в печать. Нет, таких мыслей нету, опять же, потому что всему нужно учиться, и учиться этому ремеслу, как это все делать. Нужно прям или очень так подходить, тщательно, смысленно выбирать людей, которые смогут тебе это написать, которые направят, которые все это отредактируют. Так что нет, даже таких мыслей, как бы лучше читать. Согласен, Зак, согласен. Ты уже сказал, что даешь советы некоторым, какие книги прочитать, а из чего ты исходишь? То есть подошел Батутин, спросил у тебя, что прочитать, из чего ты исходишь? Просто первое, что из понравившегося вспомнилось? Либо ты именно конкретно под человека выбираешь, какую книгу ему было бы интересно прочитать? Ну нет, мы просто с Андреем Владимировичем часто разговариваем про книги, и у нас, в принципе, он знает мой вкус, я знаю его вкус, и вот как-то на этой теме у нас такие прям точечные рекомендации, что, где изучить, обратить внимание на какую книгу. Ну вот, а так не сказать, что я кому-то что-то там суперсоветую, да, но если кто-то спросит, я, конечно, посоветую, то есть смотря какая там биография, но, конечно, я думаю, для начала лучше вот начинать со спортивных, да, с каких-то таких книг, чтобы, ну, во-первых, тебе легче понять, о чем книга, потому что ты тоже проходишь этот путь, как и проходил этот человек, вот, а потом уже, ну, это все на самом деле на любителя, то есть мы тоже вчера обсуждали, что кто-то любит читать книги, вот я, например, люблю читать, да, ощущать, кто-то предпочитает там аудиокниги, я вот аудиокниги, ну, у меня как-то не получается, не заходит, то есть понятно, что с помощью аудиокниги можно намного больше изучить, да, и, то есть ты едешь как бы где-то по трассе, условно, да, ты поехал в Питер там на каникулы на машине, ты включил там на 7-8 часов, пока ты едешь аудиокнигу, и ты как бы уже прослушал эту аудиокнигу, пока ты доехал, но я вот как-то не могу, у меня воображение не работает, видимо, на звук, то есть я люблю как-то читать, подобрать голос, какую-то интонацию для каждого героя, да, как он выглядит, то есть представить его в своей голове, как-то воображение подключить, вот, но это, опять же, сугубо лично, то есть кому что как больше нравится, да, кто-то там айфона, андроид, то есть это как бы постоянная будет борьба, кто-то съедает пиццу, кто-то оставляет краешек ее, да, то есть это все мы люди разные, у всех какие-то свои там, да, кому что, так что мне нравится так, я делаю так, то есть кому-то нравится по-другому, я ни в коем случае не буду там осуждать и показывать пальцем, ну, ах, легкий способ выбрал, вот, я читаю именно по этим причинам, которые я уже перечислил. Согласен. А ты перечитываешь любимые книги, те, которые тебе когда-то понравились, но уже как бы так немножко в памяти запылились и нужно их перечитать и снова ощутить те же самые эмоции, которые я ощущал при первом прочтении? Нет, пока такого нет, потому что сейчас просто стараюсь как можно больше обхватить, да, вот, изучить. Понятно, что у меня единственная книга, по-моему, заводной апельсин, которую я бы не захотел перечитывать, потому что она вот мне как-то прям вообще такая тяжелая была, что мне, я ее точно не буду перечитывать, вот. Вот, а так остальные нет, пока ничего, просто складываю, складываю, потом, может быть, когда-то перечитаю или там. А, вот, я вспомнил еще из иностранных, да, Дэн Браун, вот все, я вспомнил, да, что я еще его всего прочитал, да, то есть тоже так очень интересно было. Вот, вот еще один зарубежный автор. У тебя есть какая-то статистика, знаешь, люди, многие, которые любят книги, они ведут хоть статистику на букмейт или еще где-то, они там, ну, записывают, я вот это прочитал, там, отсюда там то-то, то-то там запомнил, там, цитатки вот такой выписал. Ну, и потом они там смотрят, у них там статистика за год у них там есть, там, количество слов прочитанных и все такое. Вот ты ведешь какую-то статистику или ты как бы прочитал и все? Нет, нет, не записываю, то есть я просто читаю, получаю удовольствие, то есть и потом как бы в целом составляю свое мнение, то есть понравилась мне книга, не понравилась, буду я ее кому-то советовать, рекомендовать, вот, и чтобы такого где-то в заметках или в какой-то специальной программе, то есть я такой цели не преследую, то есть я не преследую, ну, я должен сейчас за сезон прочитать 30 книг и потом всем рассказывать, что я за сезон 30 книг прочитал. Нет, это вообще как бы нет, это мое такое хобби и оно мне нравится, то есть я опять же не хочу строить из себя какого-то супер там начитанного эрудита и прочего, как бы просто вот мне нравится, кому-то нравится слушать музыку в самолете, кому-то нравится смотреть кино и как бы тут не стоит как бы там самый читающий или самый смотрящий, я не знаю, самый там слушающий, и вот, как бы мне просто нравится. ЦСКА не так давно предлагал угадать в ВКонтакте как минимум, предлагал угадать, какую книгу сейчас на выезде читает Семен Антонов, я угадал, это был Борис Акунин, просто масса, это было продолжение всех романов про Эра Ставандорина. Если бы тебе нужно было порекомендовать эту книгу в нескольких предложениях, как бы ты ее порекомендовал? Вот условно ты хочешь, чтобы я ее прочитал, как бы ты мне ее порекомендовал? Именно просто масса? Ну, если хочешь какую-то другую, я бы мне просто это пришла на... Я просто тоже ее читал, она неплохая. Ну, я могу с тобой согласиться, да, что просто последние книги именно про приключения Фандорина, они уже были такие... Ну, мне они уже не очень нравились, они, скажем так, начиная, по-моему, там с книги «Весь мир театр» или что-то такое, они уже... То есть все, что было там после, по-моему, нефритовых четок уже... Я читал, знаешь, «Пятая», «Седьмая», «Двенадцатая», «Первая». А, нет, нет, я читал все по порядку, да, и потом, когда они начали выходить новые, там, то есть «Планета вода», «Весь мир театр», «Черный город», и потом вот «Не прощаюсь», они как-то, ну, то ли, может быть, когда ты читаешь подряд книги, так же, когда ты смотришь сериал, да, ты, вау, прям прям так тебе идет захлеб, а потом дойдет перерыв, да, там, до следующего резона или до следующей книги, ты, может быть, где-то уже остываешь, или что-то такое, но мне показалось, что вот как-то последние книги, они были такими чуть-чуть смазанными, но это, опять же, мое сугубо личное мнение, а просто «Масса» мне зашел, да, то есть достаточно было интересно посмотреть продолжение, да, потому что «Масса», по-моему, пропал при «Черного города», он там был ранен, и так достаточно интересно, я считаю, что, в принципе, стилистика, наверное, где-то сохранилась, но она как-то так быстро закончилась, к сожалению, то есть там, по-моему, какие-то три больших главы или рассказа было, и оно как-то так быстро у меня закончилось. Если хочешь, ты можешь другую книгу попробовать мне предложить, может быть, я ее не читал и не прочитаю после твоей рекомендации. «Жизнь Арсеньева». Я бы вот сейчас прямо для себя ее прочитал не так давно, и я вчера тоже уже говорил, что вот прочитав Бунина, да, я понял, насколько наш русский язык красив, прекрасен, и сколько много замечательных в нем слов, чтобы описать различные действия, и нам, наверное, нужно оценить эту возможность, что мы говорим на этом хорошем и красивом языке, и действительно там описание природы какого-то действия, но это лично на меня, может быть, я, конечно, не прав, может быть, там какой-то вообще я не в ту степь иду, но вот на меня именно произвело вот эта книга такое впечатление именно о богатстве нашего русского. Не только русский могучий мат, да, когда мы можем там трехэтажным, так сказать, описать все свои эмоции и всем рассказать на дороге, что он не прав, и что одним словом, разными словами, синонимами, то есть кого-то обматерить, а именно вот так культурно, красиво, со смыслом, это прям я читал и просто восхищался. У тебя получилось, мне кажется, я добавлю ее в свой биш-лист, и причем... Это очень круто, да. ...продвину куда-нибудь в топ какой-нибудь дуа. А ты ходишь на встречи с какими-нибудь писателями, да? Ну, может... Нет, 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 я... Нет, никуда не хожу, просто покупаю книги. И, может быть, было бы интересно с кем-то из авторов, да, просто... Ну, не то, что встретиться и пообщаться, а как бы как вот и узнать историю создания, например, опять же, там, Фандорина, да, как вот Акунин пришел, как вот он придумал этого персонажа, почему именно в этот период времени, да, как, что, почему вот он придумал, что он заикается, что у него седые виски, да, что он должен обязательно четками, да, когда ловит мысль, да, делать, там, это раз, это два, это три, как историю создания, да, что как человек, ну, ты же придумаешь, опять же, ну, скорее всего, уравняясь или что-то визуализируя, скажем так, я бы вот... Ну, какие-то такие, наверное, моменты. Но, опять же, потому что мы с Геймом про Акунин, потому что я, наверное, больше всего его книг прочитал именно вот по Фандорину. Ну, продолжаем разговор про книги и осталось буквально опросить тебя Блицем. Три твоих самых любимых писателя. Три самых любимых? Ну, наверное, тут сложно что-то там придумать, наверное, из тех, кого больше всего пока прочитал. Как мы уже говорили, это Акунин, опять же, потому что я читаю и его исторические, и Фандорина приключения. Наверное, Алексей Иванов, потому что у меня тоже достаточно много его книг, да, которые там какие-то я уже прочитал, какие-то ждут своей очереди. Вот. И третий, наверное, ну, можно Зыгаря поставить, потому что я тоже практически прочитал, не практически, а все его книги прочитал. Михаил Зыгарь, да, это немного другая тематика, да, но мне вот нравится. А три любимых книги? Три любимых книги? Ну, вот, «Жизнь Арсеньева» мне очень понравилась. Сейчас мне понравился, я прочитал «Александр Чудаков ложится мгла на старой ступени». Я тоже всем советую ее прочитать. Она такая очень... Мне ее посоветовали, я не очень думал, что это какая-то... Это лучший букер десятилетия. Ну, как бы... Начало было чуть-чуть, потому что много героев переплеталось, но потом очень понравилось, так хорошо зашла. Это вот из последних я бы ее рекомендовал. А еще что? Еще что? Даже так что-то на голову не приходит, что-то такое прям... Наверное, можно начать опять же с Пандорина, с первого там, с Азазель, познакомиться с героем, да. Я думаю, те, кто прочитает Азазель, дальше начнут просто подряд просчитывать... Ну, вот я говорю, это опять же, да, если когда у тебя есть прям так, как вот сериал, ты начинаешь смотреть, пошел-пошел, первую серию посмотрел, думаешь, все, я пошел спать, а нет, еще одну посмотрел нечаянно. Вот, так что вот, наверное, Азазель было бы тоже так достаточно интересно. Три нелюбимых книги. Вот если ты говорил про Заводной Апельсин, есть ли еще какие-то, которые тебе не понравились? Нет, я вот не могу вспомнить. Вот Заводной Апельсин, то я вот как-то ее случайно вспомнил, что я бы не стал ее перечитывать. Опять же, потому что все книги, которые я стараюсь читать, это или мой какой-то осознанный выбор, или какие-то рекомендации, то есть я не так, что пришел, вот какая-то новая книга, я ее вот сейчас куплю, какой-то неизвестный мне автор, я почитаю и посмотрю, что и как. Нет, я стараюсь так не распыляться и да, может быть, есть много хороших книг, мимо которых я прохожу, но я пока вот в этом направлении двигаюсь. Три книги, которые нужно прочитать всем до 30 лет? У меня нет такого рейтинга, то есть это абсолютно личное дело каждого. Может быть, они чему-то учат, чему-то важному, такому, что там только с опытом придет, и вот прочитается, и узнает? Да, нет, не знаю, не могу сказать. Опять же, как я уже сказал, что про Солженит, то есть нужно дорасти. Ну, не знаю, мне вот до Владов очень полное собрание сочинений понравилось. Я читал года два назад, то есть там были и хорошие, и такие интересные рассказы, где-то и не совсем, которые зашли, но в целом, и, как говорит Шрабаков, в целом и общем, в общем и целом, если быть правильно, то, ну, не знаю, нет, это я не могу прямо сказать, что вот обязательно ты будешь там супер-мега там грамотным, умным, научишься разбираться в жизни, то есть кому, кому что, как, потому что я смогу сказать, там читайте спортивную биографию, и кто-то вообще спорт не любит, то есть это личное дело. Понял, понял. У меня закончились вопросы, если у тебя есть еще что сказать нашим зрителям, слушателям, смотрителям, ты можешь это сделать? Я хочу пожелать всем здоровья, любите баскетбол, по возможности, если есть такая возможность, читайте, или слушайте книги, занимайтесь самообразованием, развивайтесь, не думайте, что времени очень много, старайтесь его не тратить, не распылять, лучше заниматься, вкладывать в себя, в свое образование, становиться лучше разносторонними людьми, стараться разбираться, чем шире твой кругозор, тем тебе легче и комфортнее будет найти контакт и общие точки с различными людьми из различных сфер деятельности, жизни, наверное, то есть, я думаю, это тоже немаловажно, когда ты можешь поддержать любой разговор на любую тему, и ты, как бы, культурно образован, и у тебя хороший словарный запас, и ты можешь выразить свою мысль достаточно грамотно, хорошо, я думаю, что это очень важно в принципе для любого человека, вот, поэтому у меня такое пожелание. И подписывайтесь на перехват, наверное, я хотел добавить сомнение. и ставьте лайки, да, чтобы, ставьте лайки в любой соцсети, в который пожелаете, большое вам спасибо, что были с нами, Семену большое спасибо, что пришел, удачи сборной, уже послезавтра сборная России будет играть с командой Северной Македонии 19 февраля в Перми не пропустите. Многие спасибо. Да, все, всем спасибо, до свидания. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok